Мы начнем погружение от первой визовской темы, которую начали вчера, то есть от этого периода художественной эклектики и рубежа 19-20 веков, погружение в опять старину через классицизм в Переволисе, через барокко в Столбцах и Коленцах. Рышкинская барокко в Большом селе и глубокое Средневековье на Промском городище. Самые мелкие речки и ручьи, даже не указанные по названию в двухкилометровом атласе, могут образовывать такие долины. Когда слушаешь все эти сюжеты, вот поехала с Черниговской какой-то территории, ну, они ощущали это как цельность. И вот не хочется утрачивать это замечательное качество, ощущать действительно как цельность, какую-то вот большую, такую территориальную очерченность. Лошадей – это огромный пласт наследия. Вот, целиком согласна. Огромный пласт наследия, сколько веков. Перец – это усадьба второго поколения Кондорозова, а именно Сергея Павловича. Старожилово основное первое владение, владение первого поколения в лице Павла Григорьевича и затем другого его сына, Павла Павловича. Герой этой темы и, может быть, главный, поскольку он заказчик архитектуры, был расположен в коневодстве. Будучи наследником железнодорожного предприятия, он закупал элиту в разных странах, занимался сам хозяйством, создал три отделения своего завода. В Старожилове – Верховое и Рысистое, в Сахе, и в Некомармаданове – Тяжеловозное. Фамилия Луговой, напомню, фондер Визе – это слуга. Да, Луговой. Носить такую фамилию разрешил ему еще Николай II. По его собственному обращению. И уже с этой фамилией он встретил революцию. Указ Петра. Игольным компанейщикам Сидору Томилину, Якову Панкрату, Илье Рюминым – игольный завод в Рязанском уезде или где походят размножить и русских людей тому игольному мастерству обучать и в обучении брать в Москве, на Рязани, в селениях из бедных малолетних, которые ходят по улице и просят милостыни. Коронованный крест означает «над этим много думали». Как правило, пишут, что это знак внимания государей. Ну вот если здесь Кильдишевы, то это знак внимания Елизаветы, но это статистически не подтверждается. А кто-то писал, что это знаки титулований дворянских. Но и графские, и княжеские, и баронские короны имеют свою форму, и статистически это тоже не подтверждается. Я полагаю, это означает, что раз пятый есть истинный царь. И это барочная тема. Я не могу сказать о самой фреске определенной, но то, что вот уже потом раму обрисовывали, посуху. Ну, фреска была свежая, да, по мокрую фрешут. А это как будто бы роспись. Ну, вот надо будет посмотреть. Меня она очень заинтересовала. Посмотрите, какая экспрессия. Вот обратите внимание на тот сюжет. Обратите внимание на эти лики, складки. У меня села Спасская и церковь Спаса. Спаса Преображение. 1761 года. Чуть позже, чем в Коленцах. Там 50-е годы. Хотя это, вероятно, время освещения. В общем, можно сказать, что это одновременно. И при этом очень разная церковь. Постройка рюминых столбцах. Удивительный иконостас, который проводил называет некоторое подозрение насчет пановлений. Но, да, он производит барочное впечатление. Но остается вопрос, барокко это или тончайшее пановление. И повторяется этот прием с вогнутыми барабанами. Видите, у предела. В действительности вполне барочных, которые образуют подобие старых кокошников. Маленький блик Рязанского Успенского собора. Собственно, храм восьмерик на четвереке 1712 года. Хозяин именовался стольником, то есть принадлежал еще 17 веку. И колокольня с середины 18. Один из самых малоизвестных рязанских памятников. В общем-то, недавно открытых. Немножко о владельцах еще. У стольника Ивана был сын лейтенанта флота. Умер в 58-м году. Очень возможно, что это его постройка колокольни. Либо следующего владельца капитана Бурцова. Опись отмечает необычность деревянной церкви в 17 веке. Ее сменила необычная же каменная. А вот колокольня, это просто нарастание белого камня от яруса к ярусу. Такое окаменение, как будто начинается кирпичи. Окаменевает постепенно частями захват. Захват такой идет камнем. И вверх полностью. Очень красиво. Возможно, человек, который был очень грешен, хотел замолить свои грехи с разанием этого столба. Не знаю, у бабушки еще тогда хранился кусочек колокола. Вот такой небольшой столб. Он просто в землю ушел очень глубоко. Он на два метра ушел. Ну, когда подойдете к храму, вы увидите, звонится практически на самом высаде. И вот в радиусе, ну, созвонится, там, где были колокола, там видно в радиусе округа на 60 километров. У меня впечатление, что это переволок, переволочится через броню. Если посмотреть внимательно на топографию села и соседних мест, то мы увидим некую более старую дорогу. И тогда место оказывается бойким. И масштаб храма более оправдан. При этом колокольня выглядит как маяк сама по себе. И даже его, ну, собственно, его форма восходит к образцам. Это архитектура античная. Такой маяк на троне – это метафора. Очень выразительная. Это церковь Рождества Богородицы. С весьма поздней датировкой 824-39. Поздней относительно чего? Относительно впечатления, которое производит именно колокольник. Она производит впечатление такой ранней александровской архитектуры. Ее настроение – это не настроение посленаполеоновское победное. Это настроение, на мой взгляд, кануна 1912 года. Это такое настроение, какое есть у башни Адмиралтейства, например, Захаровской. Такое Захаровское настроение. Или снова ранний Стас. Вот так. К амбирным датам относятся, конечно, переделки, собственно, храмовой части. То есть здесь просматривается до, как в Москве бы сказали, до пожарный период. Но не в датировке, а именно в настрой. Это уже не Хребниковское, не Полторадское, не Рюминское, и не Гильдишевское место. Это постройка помещика Барыкова. Это тот самый хозяин дома-палат, по-видимому, в Барыковском переулке между Бельчистенкой и Остоженкой, в котором была богодельня, его же имя. Дом этот, кстати, не раскрыт, явно не исследован. Восходит к 18 веку. Стасов, конечно. Ну, вот от Бога данный архитектор, мне кажется. И архитектор-инженер, который чувству, связывает образ, детали, с конструкцией одновременно. И вот мы сегодня, кто забирался на колокольни, имел роскошную возможность увидеть там, где осыпи, где вышли наружу все эти конструкции, все эти связи увидеть и понять, что в основе этого сооружения, в общем, вот так, грубо говоря, металлический каркас стоит. Ну, тяжелое впечатление от этой белой части. Тяжелое впечатление уже и от колокольни. Вы обратили внимание, например, что дорога, по которой вышли дыры, были залазаны просто белым камнем, который кто-то привез там на тележке и выбросил сюда. Мы видели внизу вот эти роскошные колонны, которые обрамляют квадратную часть колокольни нижней яруси. Каждая колонна стоит на высоком стилобате квадратного очертания, а рядом три стилобата уже просто выполнены из бетона. Значит, никто не хочет заморачиваться, из какой реставрации сделать так, чтобы это просто стояло. Подъем от пристани и въезд в воротную башню. Вот на этом ровном столе Рязанской земли, на берегах Брауни, текущей в низких берегах, вдруг вырастает гора. Именно вот так, гора в степи. Там через ручей вторая гора называется Гневна. И вот на этой горе возникает сильная власть. Линия рязанских князей, еще одна семейная линия, обособляющаяся и противопоставляющая себя Рязани. Либо, по-другому сказать, позволяющая великому князю Владимирскому ставить ногу в рязанской земле. От всей володы зависит по ходу этих войн, в меньшей степени от Черниговского князя. Кто будет в Рязани, кто будет в Тронске. Первая твердая дата 1186 год, когда в Тронске княжат Всеволод и Святослав Глебовичи, отрасль рязанских князей, и их осаждают в городе братья рязанские. В 1186 году здесь определенно существует город, ограда, крепость, поскольку тронские князья, готовясь к осаде, то часто город твердите. Вообще некоторые топографические подробности, очень ранние, знаем из описания приступа Всеволода Третьего. Когда Всеволод в одну из войн осадил Тронск, он повелел день и ночь охранять ворота города, расставив возле них полки. Константину, которого мы знаем, как в качестве ростовского князя, сына своему с новгородцами и белозерцами, одни ворота на горе, то есть обложить, взять под контроль. А Ярославу, это отец Александра Невского, с Переславцы, то есть с отрядом Переславля-Залезского, вторые ворота, Давиду Муромцы, то есть Давиду Муромскому князю, союзному Третьего ворота, а сам князь Великий встал за рекою с поля Половецкого. Вот это замечательное и важнейшее упоминание. Всеволод Третий становится при осаде Запроний на низком берегу с поля Половецкого. То есть то, что начинается с Запроний в Пронске, то, что мы видели из Перевлеса, это поле Половецкое, древний термин, для Дикого Поля, синоним Дикого Поля.